не знаю как вы а я ждала этого видео две недели две недели как эта коробочка лежала у меня это коробка первых впечатлений сайта allure я все никак не могла подступиться чтобы сесть и прям спокойно снять обзор на 36 совершенно новых нишевых ароматов новых и для вас и для меня потому что это новинки либо этого года либо прошлого года либо вообще новые бренды в общем я в предвкушении надеюсь вы тоже усаживайтесь поудобнее сегодня у нас будут первые впечатления но сразу некий спойлер опять же кажется пару недель уже прошло с момента записи прямого эфира где мы вместе с вами потестили пять ароматов и случился один маленький нюанс аромат который мне очень сильно понравился от бренда history parfums который называется шведский лес протек это единственный минус этой коробке до 1 аромат протек и он мне очень понравился понравился он потому что на самом деле я буду честна я прям расстроена потому что этот аромат очень схож на аромат пачури 24 от лила бо а я очень давно искала его аналог в общем из-за того что крышки стали крепкие возможно возможно когда аромат заливался вот этот вот пузыречек возможно вот он не до конца был закручен потому что практически весь флакон вылился в коробку но но да минус относительно того что это произошло но аромат боже мой это красота это прям копченые деревяшки с черносливом в духе пачури 24 от лила бо конечно от пачули здесь одно слово но то что аромат очень схож с тем что я искала это точно да ну что ж это вот единственное что я могу сейчас сказать относительно ароматов потому что впереди я уже коробку естественно распаковала она пустая потому что флакончики лежат здесь впереди нас ждет уже сейчас 35 ароматов сейчас я возьму блатер вы представляете что алюр помимо того что прислали мне ароматы еще и прислали мне блатер и это не единственная пачка их много теперь у меня наконец-то будут красивые блатеры что вы только не видели на моем канале и где-то бумажки и салфетки и кто-то мне даже писал в комментариях на если что за блатеры теперь вы такого мне не напишите потому что блатеры шикарнейший красивые брендированные достану 35 на глаз и в общем вот здесь вот рядом со мной выложены коробочки я их достала я естественно их не тестила только пять ароматов но я правда уже их не помню в коробочке у нас 4 бренда что это за бренды я напишу прямо сейчас на экране чтобы вы знали это один шведский бренд другой лондонский третий канадский и четвертый турецкий бренд поэтому хоть и не в коробочку я буду засовывать свою руку а вот сюда протягивать на диван но все равно все будет честно первые впечатления потом конечно же я хотела бы снять видео по брендово не забудьте написать в комментариях какой бренд вас заинтересует больше всего сталкиваясь от ваших комментариев я поскорее сниму уже такое подробное разношенное видео ну что ж аромат номер один и это у нас будет бренд the seven vertus vanilla wood ванильное дерево это канадский бренд очень интересно он очень минималистичный на прямом эфире мы потестили ягодную лилию и честно мне очень понравился аромат он такой черничный немножко напомнил мне аромат из молодости черника от sephora и конечно же мне он очень понравился хоть я и в начале его сравнила немножко с зонтиком от florica но потом нет все таки это прям такая черничная практически моно черничная история так блоттеры я положу сюда нанесем же первый аромат боже мой сама себе завидую но какие красивые блоттеры о ну не буду скрывать я такое уже слышала это розовая ваниль от монсера направление туда я бы могла сказать что это напоминает мне еще джентл флюити голод от курок джана только такая более лайтовая ванильная версия но больше всего мне напоминает этот аромат гель для душ вообще серию банную серию от вкусвилл тонка да здесь бабы тонко ваниль а может быть даже какие-то деревяшки в виде можжевельника скорее всего потому что в моем любимом джентл флюити голод там можжевельник очень много ванили она такая пудровая съедобная даже так сказала это да очень в духе а еще еще знаете что мне это напоминает конечно же crystal love for her от our collection в общем это куда-то туда к сожалению ничего нового все таки аромат blackberry лилии который у нас будет мы обязательно сегодня еще раз потестим он мне показался куда более ни на что не похожим здесь мы это уже слышали но мне такой нравится мне нравится этот аромат ничего не могу сказать просто ничего нового да кстати больше именно crystal love for her потому что такая немножко лакокрасочная ваниль пошла да да как то так едем дальше пока пока двоякое ощущение как обычно я буду брать рандомно ароматы так что бренды будут разные Welton London Oud inspiration это собственно английский бренд Welton London при затесте одного аромата или двух ароматов я еще потестила один чайный аромат сенча он мне показался очень красивым правда очень очень красивым но не очень стойким поэтому я дам конечно же надежду отливан там отстояться дабы теперь крышки плотные и я думаю что надеюсь надеюсь мы с вами больше не вернемся к проблеме испарения ароматов итак Oud inspiration Welton London ух ну так знаете прям по восточненькому громко Oud здесь я бы даже перепутала с серой амброй потому что такое немножко прям запахло такой влажной мускусной удятиной я бы так сказала то есть вот эта нота мне очень нравится в аромате Red Tabac от Manser помимо вишневого табака там очень много вот этой серой амбры я очень хочу этот бренд разносить на коже потому что с блотера это может быть вообще очень одиноко непонятно и плоско звучать а на коже Oud всегда раскрывается по-разному тем более на разных температурах да вот здесь пока очень моно моно я бы даже сказала что здесь какая-то есть даже амброчка есть какая-то такая смольность или бальзамичность такая тягучесть вот эта тягучесть здесь ощущается и на самом деле очень быстро стихает этот аромат то есть он вначале как будто бы зашел открыв ногой дверь а потом скромненько закрыл за собой вот так вот аккуратненько эту дверь с той стороны ну пока пока странно пока странно но мы не отчаиваемся у нас с вами еще тридцать с лишним ароматов поэтому я думаю мы сегодня с вами точно найдем что-то нам по душе что нам захочется офлаконить или оботливандить я вот точно хочу шведский лес от history parfum потому что ну это почули 24 а я обожаю почули 24 я храню этот маленький атомайзер который у меня есть следующий аромат от бренда Weldon London essence de bois pression что переводится как ценные породы древесины ну достаточно конкретно что ж скорее всего нас ждет с вами какой-то древесный аромат так это я сюда выкидываю главное не запутаться давайте же ты здесь деревянненькая я очень даже люблю ну давайте же узнаем что здесь у нас знаете свежо свежо но это явно какой-то все-таки у нас намек в мужскую сторону есть в начале какие-то фужерные нотки он в начале очень фужерный есть даже какая-то возможно мушистость здесь соленая ну да очень мускулинная не кричащая я к такому отношусь скорее нейтрально о даже я как будто бы нашла здесь чайную нотку я нашла здесь отголосок аромата от Hermes L'ombre de merveille который синий шарик где есть соленый чай то есть там чай с ладаном но я слышу его прям как соленый чай слушайте интересно а вот это уже мне нравится я не знаю чай на этой серии или нет от Welton Lada наверное все-таки нет но очень приближено приближено к чайному звучанию интересно этому аромату я бы сказала уже наверное а не нет хоть он такой откровенно мужской даже как будто бы я слышу здесь немножко сухого ветивера да сухой такой да аромат высушенный как высушенный плавник иногда пишут в пирамидах но здесь явно есть какая-то чайная нотка чая с бергамотом эссенс дебо прессию я говорю тебе мы поговорим еще я говорю тебе останься как минимум следующий аромат снова канадский бренд the seven virtues lotus пир что-то скорее всего мне кажется нас ждет здесь сейчас английская фрезия груша что-то джималон аромат который мне не очень нравится но которые многие любят я думаю куда-то туда пойдем угу да ну кстати немножко и туберозит как будто бы даже очень сладко английская фрезия от джималон не такая сладкая здесь прям такой прям сироп грушевый с белыми цветами и здесь как будто бы даже не лотос а больше тубероза очень по-люксовому очень легко очень акварельно очень носибельно очень понятно очень нежно я думаю у этого аромата точно найдутся свои любители потому что знаю сколько фанаток и фанатов у английской фрезии джималон я думаю что лотоспир тоже соберет свою аудиторию да очень очень нежненько очень нежненько немножко конечно мне пахнет еще и грушей от москина но это груши я бы даже сказала более носибельные потому что груши от москина вообще не каждому нравится и даже груши от манталь слушайте а мне нравится здесь как будто бы еще пахнет золотом диора в жадоре этими цветами этими цветками апельсина неплохо лотоспир я ставлю тебе жирный лайк это уже даже симпатично я бы даже такое понадевала пару раз это точно едем дальше следующий аромат хистери парфам коллабиан какао боже мой когда я увидела что у алюрни положили этот аромат я прям вот предвкушение предвкушение ждала когда мы с ним встретимся и специально оттягивала для себя это наслаждение потестить его прямо на затестах и не делать это за кадром потому что нужно соблюдать правила ух как аристократично не сладкое какао я бы даже сказала что это трюфель ну в смысле трюфелька не гриб трюфель и как немножко в нос попала себя да это трюфелька это прям аромат трюфель шоколадный трюфель ой как хорошо очень пудрово вот это вот какао пудра которая вокруг этой трюфельки в которой эта трюфелька боже мой я же не ем шоколад я бы такое съела но это знаете это не гурманика стопроцентная здесь нет сладости здесь именно ну прям пахнет трюфелем вот что ходить вокруг да около и искать какие-то другие ассоциации это для тех кто искал в ароматах вот вот это вот трюфельный чтобы от вас пахло прям плиткой горького 90 процентного шоколада ммм очень вкусно здесь есть какая-то доля и жирности какао масла и вот фактуры вот этой вот немножко такой трюфельный такого хорошего шоколада ой прелесть ну я неравнодушна к шоколадным ароматам я думаю вы это знаете если вы смотрите не первое видео на этом канале мне даже кажется была подборка шоколадных ароматов если нет то повторим потому что я помню что я точно снимала но уже есть уже есть что добавить ой как красиво я не хочу заседать на этом аромате долго какая прелесть боже мой какая прелесть я точно знаю в чем я сегодня уйду с этого видео напоминаю что history parfum parfums это турецкий бренд но с очень красивыми флаконами кстати и их аромат шведские леса или шведский лес просто прелесть боже мой я это знаю я это точно где-то слышала ммм слушайте я бы вот вот это бы назвала шведскими лесами потому что это такие вкусные сосны боже мой как 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 вкусно как вкусно боже мой парфюмерный парфюмерный бог услышал мои молитвы относительно можно что-нибудь мужское но вот а я поняла что я здесь слышу я здесь слышу я здесь слышу немножко вот у меня стоит и меня смотрят plume impression моя любимая elegant square зеленовато можжевеловая кожа я здесь немножко слышу отголоски какой-то зелени возможно это так лаванда заигрывает конечно но как будто бы какие-то травы сухие с можжевеловым деревом возможно даже с можжевельником с этими вот ягодками с душистыми да возможно это кстати лаванда или какой-то сухотраве заигрывает вместе с хвоей очень много воздуха в этом очень много какого-то знаете такого вкусного поля боже мой как красиво я как будто слышу здесь еще кожу как будто бы точнее я слышу здесь место для кожи но ее нет вот как будто бы я должна слышать дальше кожу чтобы аромат как-то уплотнялся а он не уплотняется он вот каким-то облаком вот таким вот сидит очень легко очень воздушно что это что-то мне еще это fucking fabulous точно да мне напоминает это fucking fabulous значит здесь есть лаванда да которая вот немножко щекочет ноздри потому что она здесь такая прям максимальная она здесь не намеком не в карабалете она здесь имеет главную роль слушайте классно мне нравится что она здесь хвойная лаванда лаванда да только она здесь хвойная лаванда ну вот я и попела в кадре все оправдала свое название поющего парфюмерного блогера очень красиво очень я прям даже забыла что это у нас все-таки асландик вул потому что я бы назвала этот аромат лавандовый пля или там я не знаю что-нибудь связанное с парижем боже мой красиво очень 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 ах но едем дальше у нас еще много претендентов на наше сердце следующий аромат от бренда велтон ландо называется секрет амбра либо секрет амбра либо секретная амбра с амброй я честно ознакомлюсь редко вообще в целом я ровно отношусь к этой ноте но нет такого знаете что я прям ищу амбру везде но в целом если она присутствует в ароматах мне это скорее нравится чем нет ой что же это такое во-первых звучит очень алкогольно в начале на блотере мне это очень сильно пахнуло таким сандалом от headspace очень алкогольненько сладко алкогольно то есть если здесь все таки секрет амбра то он про какой-то сладкий алкогольный коктейль который тягучий который какой-то прям сиропный но очень быстро улетучивается с блотер я не буду это скрывать этот аромат быстро улетучивается но он очень красивый он очень красивый в элтон лондон точно нужно разнашивать на коже и возможно правда дать им постоять знаете у меня с джамалом тоже так было мне сначала казалось что джамалом нестойкий но потом я долгое время носила соль wood sea salt and wood от джамалона и он был очень даже долгоиграющим на моей горячей коже поэтому даже одна моя подписчица в телеграм-канале антресоль кстати подписывайтесь даже написала мне о том что все таки английским брендам иногда нужно дать время дать второй шанс красиво очень красиво очень изящная алкогольная лаванда хотел сказать амбра без утяжелений такая влюбленная красиво следующий аромат the seven vertus blackberry lily о для тех кто не был на прямых эфир кстати напишите обязательно в комментариях если вы за чтобы я иногда их проводила но для этого нам нужны темы потому что хочется чтобы прямые эфиры по тематике отличались от видео на канале чтобы был разный контент потому что я вообще в целом за разнообразие так blackberry lily я это вторая моя черничная лилия ну какой он ну какой он нежный какой он йогуртовый вот с блотера правда здесь как будто бы есть немножко реверанс в сторону umbrella one umbrella for two от florica но вот он как будто более более черничный более йогуртовый то есть в зонтике нет такой йогуртовой там есть все равно какая-то такая структура какого-то чая с пирогом сухим с песочным вот так я его слышу а здесь есть черничность но они точно одного поля но мне нравится здесь в этом какой-то задор вот как я люблю жан лан ван несмотря на то что такой понятный люкс с кислой малинкой так мне нравятся и такие ароматы что вот иногда хочется чего-то такого жизнерадостного но тоже ни на что не похожего то есть все равно в толпе если вы часто находитесь в толпах например в метро вы будете отличаться если от вас будет пахнуть черникой а не просто какой-то какафонии сладких нот или там ванилии в общем чего-то такого очень размытого здесь прям четкая ягодность это очень красиво это очень это очень притягательно и хочется на этом конечно же заострить свое внимание побольше но я обязательно потом разносив все ароматы бренда the seven vertus это канадский бренд конечно же уже дам свое полное мнение относительно стойкости и какого-либо раскрытия и вообще возможно даже комплиментарность обязательно по тесту и на других людях вот ну что идем дальше следующий аромат от бренда per noir вот новенький в классе новенький аромат называется manso интересно вообще что за бренд что значит эти названия может быть здесь какие-то аббревиатуры или какие-то именно собственные будет очень интересно узнать это бренд швейцарский если я в начале видео говорила что шведский значит я подумала что мы снова имеем дело с панадурой в моей голове это per noir это швейцария это аромат двадцать второго года и он у нас восточный я открыла пирамиду чтобы посмотреть что же нас ждет прям ниша нишевая ну судя по стоимости прям ниша нишевая интересно услышим ли мы что-то что указано в пирамиде я вам скорее всего как обычно прикреплю эту пирамидку чтобы вы тоже видели вау ну такое я люблю пирамиде у нас здесь ежевика лист черной смородины перец шафран гелиотроп ириса роза уд амбра дубовый мох мускус и пачули я слышу здесь гуашь а значит у нас здесь шафран а значит у нас здесь немножко животного уда а значит у нас здесь есть ирис потому что вот за это я очень люблю мемори мотель от униномат за тот потрясающий немножко такой гуашевый ирис с черносливом и он с такой приятной ирисовой пудрой обожаю этот аромат очень хочу себя флаконить его потому что он у меня в тревеле но он скоро закончится ой красиво ну вот здесь прям явно чувствуется гуашь который можно найти иногда в бобриной струе а почему я так об этом уверенно говорю как-то раз я купила мед с бобриной струей ну просто было интересно просто я экспериментатор и в том пах гуашью знаете это вполне себе имеет место быть я вижу этот аромат на художнике на каком-нибудь очень на очень творческой натуре красиво скоро ко мне приедет мама я обязательно дам ей потестить аромат что она скажет ежевик и лист черной смородины во всяком случае с блотера прошел мимо а вот гелиотроп вообще ирисовая составляющая она здесь точно есть но это я вот первый и последний раз за сегодняшний наш слепой за тест открыла пирамиду просто чтобы ознакомиться вообще с тем что нас ждет насколько сложно сочиненные ароматы у этого бренда дальше только на своих ассоциациях потому что мне нравится но это это интересно это интересно это притягательно да кстати я решила откладывать в сторонку ароматы которые мне очень сильно понравятся сегодняшним за тест не скажу вам в конце видео хотя возможно по моим реакциям так будет понятно но все равно интересно подвести какой-нибудь итог аромат байча от велтон ландон это как раз таки чайная серия мы потестили сенчу сегодня еще раз по ней пройдемся потрясающий чайный аромат с мелиссой просто прелесть интересно о чем будет аромат байча на велтон ландон ой боже ох это какой-то чай с липой явно ой как красиво знаете как будто бы здесь даже можно и ромашку найти какой медитативный как будто бы есть какие-то горькие травы вот например ромашка горьковатая липа и вот прям вот ворсинки какие-то даже чувствуется ох это травяной чай если там откровенно прям слышался какой-то зеленый или сенча непосредственно с мелиссой то здесь это какое-то разнотравие ой притягательно притягательно эх как вкусно это мне нравится вообще как-то я полюбила вообще чайную историю и судя по предыдущему видео с первыми любовями где я рассказывала об ароматах которые влюбилась с первого взгляда там преобладают ароматы с ноты чая и что-то мне прям нравится я начинаю здесь слышать вот какое-то интересное второе дно то есть за всей этой какой-то травной чайностью начинает лезть лезть просачиваться то ли какой-то нежный мускус то ли кедр то ли какая-то еще деревяшка но он какой-то знаете с обманкой то есть за этим чаем начинает лезть какая-то еще такая мощь вау вот это да вот это прям очень интересно это я уже прям сразу ставлю в группу вы знаете кого группу лидеров едем дальше следующий аромат the seven vertus сантал ваниль так я надеюсь что этот бренд нас все-таки порадует потому что был у него один промах в виде схожести вот будем надеяться что этот аромат будет все-таки поинтересней сантал ванила надеюсь без соли вдруг сейчас просто сейчас будет сантал 33 от лилабо мне кажется мне нужно идти на битву экстрасенсов это сантал 33 от лилабо но с ванилькой он прям такой ну да эй the seven vertus хотя подождите что-то в нем что-то в нем есть что-то в нем есть что-то в нем есть лаврушка в нем есть лаврушка лавр откуда я знаю недавно малосолил огурцы да это лавр это лавр ммм но он дает конечно больше какой-то маринованности этому аромату сантал 33 от лилабо я не слышала такой прям маринованности там конечно есть рассольность там укропность прям такая соленая водичка а здесь лавр и как будто бы вот краски сгущаются и аромат становится более платным ммм неоднозначное нет есть интерес даже как будто какая-то пряность у него полезла на плоттере ну ладно следующий аромат Велтон Лондон Вуа де Бэбилон так Бэбилон все-таки или Вавилон сейчас мы узнаем ну что ж наносим Вуа де Бэбилон ух звучит довольно лекарственно я как будто снова слышу здесь либо лавр либо миру но возможно это какой-то другой тандем дает такое звучание слушайте на самом деле очень странный аромат но он не не красивый а он именно странный вот это вот это прям вот у меня ничего такого никогда не было и это меня очень интересует я слышу здесь инжир инжир соленый я слышу здесь перец я слышу здесь вот либо перец либо какой-то лавр либо какой-то миру в общем какую-то вот такую спецовую историю ммм да это это очень странно это соленый инжир с перцем у меня аж во рту как знаете как как после чипсинки с перцем немножко зажгло слушайте как необычно у меня пробежало две мурашки я таким образом тестю ароматы если я понимаю что у меня пробегает мурашка от того как мне нравится я сразу ставлю жирный лайк это значит что это мое доверяюсь полностью своей интуиции парфюмерной слушайте мне прям хочется вдыхать и вдыхать вначале мне показалось что это очень странное что-то а потом слушайте как это соблазнительно с блотера мне интересно будет ли это так же соблазнительно с кожи я как будто бы еще слышу какую-то невнятную непонятную мне не идентифицируемую моим парфюмерным мозгом ноту ну потому что знать все на свете нереально но я мечту свою лилея продолжим в комментариях о вау вот это прям велтон лондон знаете что я здесь слышу я поняла что меня привлекло он немножко кока-колит он немножко кока-колит но это как еще одно звучание то есть это все равно соленый инжир это все равно перец и кока-кола вау вау как красиво буа де бибилон зафиксируйте очень красиво слушайте я опять смотрю на ароматы и понимаю что кажется придется опять разделить видео на две части правда потому что уже мы снимаем какое-то количество времени мы с вами и я понимаю что еще больше половины ароматов а я что-то очень медленно вообще все делаю мне кажется опять будет две части хотя мне хочется конечно чтобы это было одно видео итак бренд это север вертус жасмин не роли о ну это ну вот это это уже наше это понятно это туберозно очень это тубероза и нироли и жасмин конечно же очень бело цветочно очень понятно симпатично очень 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 хорошо вот это прям такой классический наш любимый бело цветочный аромат ничего нового но и неплохо да как говорится классика так следующий аромат от бренда это у нас снова чайная история мы продолжаем так о цитрусы это у нас такой о приятно знаете здесь какая-то здесь вот здесь есть чайность от флорайки такая холодная очень отстраненная фиалково-апельсиновая чайность ну я прям четко слышу здесь такой апельсиновый фреш прям свежайшие это так вкусно это прям вот прям вот то что хочется сейчас носить когда уже жарко слушайте вот это прям мой фаворит сейчас на данный момент мне прям хочется такого то есть этот аромат сейчас во мне отозвался по моему запросу внутреннему что мне хочется сейчас носить я сегодня носила дома манго от вильгельм парфюмерии потому что стоит флакон а это не мой любимый аромат бренда чтобы не стоял и не грустил слушайте очень хорошо но это чайность скорее всего здесь либо какая-то какой-то зеленый чай либо матэ но точно не матча здесь очень много цитрусов прям апельсина прям апельсина много здесь не бергамот не лимон не мандарин апельсин такой сочный а здесь вот такая свежесть прям какая-то она прям влажная аж поэтому я даже не рискну предположить что здесь есть еще какие-то какие-то ноты в пирамиде наверное они есть но я прям воспринимаю этот аромат очень цитрусовым цитрусово-чайным наверное как какой-то знаете холодный чай с апельсином с апельсиновым соком ой вкусно вот это прям очень мне нравится рио куча надеюсь я правильно прочитала но это скорее всего какой-то японский чай да рио куча не знаю не знакомо написать в комментариях если среди вас есть знатоки азиатских чаев я просто очень люблю мальчу я пробовала и белую ой белую и голубую и розовую сублимированную всяких штук но вот зеленая это мой фаворит я ее люблю пью уже очень много лет а вот с травяными чаями и вообще сенчей с рио кучей у меня как-то пока что не налажены наши пути поэтому обязательно пишите в комментариях вообще может быть вы знакомы с чайной линейкой велтона вообще с чаями в общем пишите будет очень интересно с вами пообщаться на эту тему следующий аромат от бренда history parfum spanish carnation слушайте кажется кажется я знаю этот аромат я его возможно тестила как-то да подождите это она да это аромат про кукурузу spanish carnation это очень странно и очень прикольно вот давно я не употребляла в контексте ароматов слово прикольно да это сладкая кукуруза с каким-то алкоголем и немножко я чувствую здесь еще какой-то бензиновости такой знаете кукуруза который растет вдоль дорог испанских или даже мексиканских блин это так прикольно это так необычно и это очень это очень интересно я бы такое поносила правда вау spanish carnation аромат на тему кукурузы да а и это именно не попкорн а это прям бандюэль такая вау очень классно очень хочу разносить на коже и потом составить поджобный свой отзыв едем дальше аромат про который я помню мне писала Наталья моя подписчица это мексиканский кактус history parfum турецкий бренд напоминаю так очень интересно потому что кактус вообще слепая зона для меня ой какая милость о о о о о сначала это прям была история про какую-то знаете даже какую-то ягодность зеленую зеленые ягоды недозрелые а сейчас это прям такая травка такая зелено горькая такие стебли хлорофилистые сочные ух вот это да вот это зеленуха она прям горькая зеленуха такая очень странная но очень прикольная вообще два аромата которые идут сейчас подряд они прям прикольные чувствуется как у меня закладывает нос с непривычки я то есть так много ароматов и отчетаю немножко подотекать но ничего нормально что не сделаешь ради ради любви блин как прикольно он очень зеленый прям я бы даже сказала он как будто бы синтетический зеленый синтетик джонгл привет в нем очень много мм стеблей зеленых зеленых недозрелых ягод он прям такой недозрелый какой-то аромат и в этом его фишка прикольно любители зеленух необычных вам сюда мексиканский кактус хистери парфум едем дальше в лондон lucky charm экстракт de parfum lucky charm так ну давайте же счастливые чары так себе и переводчик lucky charm экстракт ну это прям мое это прям мое направление какая прелесть это знаете как то все очень древесно табачно ладанно но очень мягко как будто бы знаете все это разложили на какую-то бархатную подложку как будто бы немножко это древесная пудра или даже не древесная пудра а какая-то ваниль ваниль табачная ваниль табачная пундра деревяшки W2 возможно даже есть какие то специи но они очень сглажены очень мягкие в микро дозе Это прям такой мой любимый унисекс Потрясающий Так хорошо, что не хочется Вычленять никакие ноты Это прям сбалансированный Очень сексуальный Притягательный Пряно-древесный аромат Я, конечно, возможно, говорю сейчас очень по-дилетански Но я в целом не считаю себя экспертом В чем-то я разбираюсь В каких-то направлениях чуть лучше, где-то чуть меньше Боже мой, ну как это красиво Я не могу в своей голове найти ароматы Которые могли бы быть схожи Даже у меня Но это прям Это прям какой-то прям Ну прям, я не знаю Это какой-то Идеальный человек во флаконе Идеально пахнущий Как это вкусно Возможно Здесь есть какой-то элемент кожи А возможно и нет Нет, нет, кожи здесь нет Здесь вот прям Очень вкусное Пряное дерево Ах, все Я ставлю это в лайки Едем дальше Иначе мы сейчас тут застрянем Потому что уже Уже есть в сегодняшней подборке То, что очень сильно нравится А это уже значит, что мы не зря собрались Следующий аромат От бренда Пернуар О, давно не виделись Швейцария Тьерра Сьерра Что же это за аромат? Сейчас узнаем Крышки стали тугими Спойлер парфюм Это хорошо Боже мой, я боюсь смотреть на мутажа На свое выражение лица Надо было искрием Что? Что это? Не-не-не-не-не-не-не-не Третий раз я не поднесу к носу Что это? Я не знаю даже Что это может быть Поэтому сейчас Я сделаю Запрещенный прием Я посмотрю Что это? Потому что я даже не могу понять Чем пахнет Это очень Неприятно Ром Красные ягоды Специи Ут, ваниль и бензоин Нет Нет, это пахнет Животными выделениями Да Это не пахнет ромом Красными ягодами Но если только Это какие-то очень скисши Немножко С какими-то вот Выделениями ягоды Это очень странно Тут даже есть отзыв на фрагрантике Что это какие-то лимонадные пряности Клюква, жвачка И мощное, древесное Даже удушающее окончание Нет Это прям ужасно Давно меня не шокировали ароматы И здравствуйте Конец Первая часть Дорогие интересуются При монтаже Мною было принято решение Разделить это длинное Двухчасовое видео На два часовых Для удобства Вашего просмотра Чтобы вы не тратили Так много времени Потому что понимаю Как ароматы нас порой Затягивают А вторую часть этого видео Вы увидите Через несколько дней Всем пока-пока Ну а пока Пишите комментарии Как вам первая часть Новинок Солир Парфюм Продолжение следует...